Здравствуйте, коллеги! Разговор будет на русском языке. Можно было бы на английском, конечно, но информации достаточно много. Я готовился, честно говоря, быстро. Поэтому, собственно, наверное, на русском будет проще. Да и к тому же, все-таки, большинство-то все-таки русскоязычное, наверное. Роберто, может быть, так поймет. Но, правда, тут сложно. Тут будут еще тексты на русском языке, к сожалению, в основном. И даже не на лу, как ни странно. В общем, я сооснователь компании Logic Editor вместе с Сашей. И основная наша деятельность, она посвящена редакторам бизнес-логики. Ну, разговор, правда, сейчас будет вовсе не об этом. Потому что про редактор бизнес-логики у нас был уже не один разговор. Сейчас разговор будет об одном перспективном нынче направлении, которое называется онлайн-маркетинг. И, собственно говоря, что мы можем интересного в этом направлении сделать и каким образом мы можем здесь использовать луа. Собственно, луа-то мы используем просто по факту того, что это основной наш технологический… В стеке нашей технологии это основная технология, которую мы используем. И это не просто так, а потому что, собственно, это действительно хороший, интересный язык. Особенно, чем больше смотришь на остальные языки, тем больше любишь луа. По крайней мере, я. Итак, приступим. Соответственно, в настоящий момент у нас что получается? Мы вырешли в эту область случайно, на самом деле. Мы писали кусочек Data Management Platform для одного из наших DSP. Это все имеет отношение к рынку RTB, Real-Time Bidding. И рынок действительно достаточно интересный. И смысл рынка заключается в том, что… Ну, собственно, реклама всегда была достаточно простая. Я сейчас просто некоторые вводные слова скажу, потому что, как бы, кроме луа, тут надо понимать и специфику, собственно, и контекст, о котором речь идет, иначе будет немножко сложно. Соответственно, раньше была реклама достаточно простая. Там выкупалась, допустим, на какой-нибудь площадке рекламное объявление. Оттуда направлялся трафик. Он приходил на сайт. И дальше кто-то из этого трафика в случае онлайн-магазинов, например, покупал, кто-то не покупал. И все считалось достаточно просто по бухгалтерии. То есть мы смотрим, вот у нас вроде бы за это время доход вырос, а расход у нас увеличился на 100, когда мы подключили новую площадку. Ну и ладно, вроде бы можно жить так на так. Проблема этого подхода, она заключается в том, что это все равно, что у тебя есть стадо овец какой-то, и какие-то овцы хорошие, какие-то похуже, какие-то вообще с другими бодаются. Кто-то шерсть не дает, а мы вроде как выкупаем их всех. И пока рынок был такой голубой океан, все было достаточно просто. Все приносило прибыль. С тех пор, как стало много рекламщиков, стало много магазинов, появилась потребность в том, чтобы относиться к этому рынку более серьезно, более серьезно заниматься анализом этого рынка и более серьезно считать свои траты. Соответственно, после того, как мы позанимались этим кусочком GMP, мы поняли, что на этом рынке сейчас представлен набор продуктов. Это продукты разного толка. Это аналитик, всем известный Google аналитик, но кроме нее еще достаточно много. Это и продукты, которые позволяют какие-то более комплексные решения. И нам показалось, что в этой нише что-то можно для себя найти. В частности, именно потому, что сейчас получается такая революция. Сюда, так же, как во многих областях, приходят более sophisticated методы. И, соответственно, поскольку мы занимались немножко большими данными, чего-то знаем про математику и умеем писать некоторые high-load, то, в принципе, это все так и срастается в то, что можно сделать небольшой прототипчик и посмотреть, что же получится. И я думаю, почему, собственно, этот доклад вообще делается, потому что подход к тому, как это делалось, наверное, будет интересен. Как общий подход, так и написание каких-то конкретных кирпичиков, из которых строится все это. Итак, для того, чтобы понимать, что мы будем писать, надо сначала понимать, зачем мы это вообще пишем. Для этого надо идти сверху. На верхнем уровне мы смотрим на что? Мы смотрим на задачи вообще, что у нас людям нужно. А людям нужно, на самом деле, много чего нужно, конечно, магазинам тем же самым. Мы сейчас в основном, это в контексте интернет-магазинов будет, но неважно. Людям нужно что? Во-первых, им нужен некий анализ того, что у них происходит. Без него всем остальным можно вообще не заниматься. То есть, если ты не умеешь анализировать то, что ты делаешь, зачем вообще это делать? Соответственно, первая группа задач — это аналитик. Тут надо и собрать некую статистику, надо ее как-то обработать, переработать, представить в каком-то виде, чтобы, может быть, запустить на ней какой-то machine learning. Может быть, представить просто вообще глазками. Посмотрел и сказал. Это, кстати, очень продуктивный путь до сих пор в маркетинге. То есть, люди, которые хотят смотреть глазками, в принципе, стоят, наверное, гораздо больше, чем многие алгоритмы. Ну, как и везде, собственно, наверное. Дальше что у нас? Если мы говорим о рекламе, то у нас обычно в магазинах достаточно много продуктов. Там могут быть тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. И у нас достаточно много инвентаря, то есть объявлений, которые надо создавать. Есть разные способы создания этих объявлений, я там немножко скажу. Но здесь как бы есть… Это тоже одна из явных точек, где человек, знакомый с программированием, может достаточно легко создать достаточно серьезный для рынка инструмент, который будет востребован. Ну, естественно, если уж мы говорим вообще о каком-либо бизнесе, то, значит, здесь нам надо будет, кроме того, что что-то считать или что-то готовить, нам надо будет, собственно, оптимизировать наш процесс, думать, собственно, что мы делаем и в какую сторону мы движемся, и управлять тем, что у нас есть. Ну, у нас не так много есть в контексте этого доклада. У нас есть там объявления, да, и мы можем менять на них ставки, можем какие-то отключать, можем их менять, можем проводить АБ-тесты. Вот. Это, так сказать, вот мозг всего этого, всей этой деятельности. Ну, и дальше я там расскажу немножко о том, что же получается, какие ограничения, если успеем. Соответственно, что у нас получается? У магазина, значит, есть цель, есть вот эти вот цели, вот. И дальше магазин имеет возможность выбирать себе инструментарий. Как правило, сейчас получается, что готовый инструментарий, сейчас есть некоторые попытки, но, в принципе, они немножко не связаны с друг другом. У тебя, с одной стороны, есть Google Analytics, с другой стороны, у тебя есть Яндекс.Директ, с третьей стороны, у тебя есть Штукоин, который управляет ставками, с четвертой стороны, у тебя есть еще какая-нибудь аналитика. И, в принципе, можно попробовать из этого готового уже стека выбрать элементы и жить с ними. И, конечно, так приходится делать людям, которые не владеют, не имеют возможности что-то свое разработать, пускай даже наколеночное, но зато быстро и ровно то, что тебе нужно. Ну, поскольку у нас цель-то, собственно, вывести там в пределе, вывести новый продукт, то мы, естественно, идем по пути, когда мы создаем каждый кирпичик сами. Собственно, поэтому и доклад называется «Самолет построим сами». Крылья там приделаем, потом там хвост, потом движок. Может быть, залетит, может и нет. Соответственно, одно из наших требований к тому инструменту, который мы собираемся создавать, это то, что мы должны всегда иметь сырые данные, не обработанные кем-то, никакой аналитикой или еще кем-то, хотя их мы тоже будем иметь. Дальше мы хотим сделать процесс достаточно гибким. То есть если мы сегодня решили, что мы смотрим на это, то завтра мы можем подумать и посмотреть на еще что-то. То есть мы должны достаточно быстро уметь на ходу перестраивать этот процесс. Мы забыли про один фактор, потом мы про него вспомнили, добавили его и начинаем на него тоже смотреть. И, собственно, неплохая тоже идея – это отсутствие зависимости от третьих лиц. Даже если это Google или там Яндекс, вот они меняют формат, они меняют интерфейс своих инструментов. В конце концов, никто не вечно, может быть, с ними что-то произойдет нехороший, они вообще закроют этот продукт. Ну, вряд ли, конечно, по крайней мере, этот. Но тем не менее, то есть такой вендер-лог, мы его пытаемся здесь избежать. Соответственно, чего должен делать наш инструмент? Теперь, значит, у нас получается всего три области. Первая – это область, это аналитика. Вторая – это генерация инвентаря. Третья область – это управление нашей рекламой. Если мы решаем все эти три задачи и решаем их эффективнее, чем в среднем по рынку делает, значит, это все живет. Что у нас теперь, значит, по поводу первой части, по поводу аналитики. Ну, здесь просто перечислено, что обычно хотят от аналитики. Хотят узнать, откуда к тебе кто-то пришел, хотят кластеризовать людей каким-то образом. Женщины покупают то, мужчины это. Хотят, конечно, понимать какие-то параметры своих пользователей. Например, сколько людей покупает с такого устройства, сколько у людей покупает с сякого устройства. Что получается. Хотят знать. Очень важная вещь, на которую только в последние, возможно, несколько лет стали обращать пристальное внимание. Это, собственно, поведение пользователей. Как себя пользователь ведет на сайте. В каком смысле это ключевая штука. Потому что весь этот соцдем, который мы знаем, пользователь, вся вот такая статическая кластеризация, это вещь, которая может дать гораздо меньше информации, потому что человек покупает именно здесь, сейчас. Вот он сейчас пришел, купил, и мы можем, в принципе, по его поведению пытаться угадать его, к чему, собственно, кластеризовать его гораздо точнее. Далее, что меня удивляет на самом деле, что, допустим, такой элемент, как когорта, аналитика и Яндекс, вполне себе благополучно игнорировался, опять же, вплоть до последнего времени. То, что у нас было, это то, что первым появилось, у них это почему-то игнорировалось. Я не понимаю, как с этим жить, учитывая, что ты даешь какую-то рекламу, потом даешь другую рекламу. Ну, казалось бы, возьми ты там когорты у людей, которые были месяц назад, когорты у людей, которые были два месяца назад, ну и сравни, собственно, эти когорты. Нет, вот это почему-то сравнение, оно появляется буквально сейчас, я не знаю. А в нормальном виде, кстати говоря, до сих пор. И можно пользоваться, надо проверять. Это я про аналитику в данном случае. Ну, естественно, нам хочется, раз уж мы строим аналитическую систему, нам в конечном итоге хочется дойти до продаж и посмотреть, собственно, какие покупки у нас были, кто эти люди, откуда они вообще к нам пришли. Ну и, соответственно, все, что перед покупкой, то же самое. Там воронка, это конверсия. Кто положил в корзину, кто начал покупать, но почему-то не купил. Кстати, это такая интересная штука. При этом, опять же, чего не хватало до последнего, буквально, на мой взгляд, времени, гуглю, и что было сделано, правда, у Яндекса, к его чести, это исследование действия конкретного пользователя. Вот у Яндекса в свое время купил, насколько я помню, топ-визор. Это очень хорошая штука, потому что очень часто получается так, смотришь на какую-то статистику, людей кластеризуешь, но ничего не понятно. А когда ты посмотришь на 20-30 историй пользователей, или чего они делали, без всякой статистики, ты начинаешь понимать, в чем на самом деле был затык, а статистически это очень сложно выявляется. Соответственно, вот эта вот вещь мы бы очень хотели делать. Потом дальше проблемы и в Яндексе, и в Гугле с правильной атрибуцией. То есть атрибуция — это значит, как мы считаем, откуда человек пришел. Имеется в виду, что, допустим, если человек пришел сначала с поиска, потом он, допустим, кликнул на контекстное объявление, потом он на баннер кликнул, то мы для некоторых случаев анализа мы хотим воспринимать, допустим, последний источник, откуда он пришел, для некоторых первых, для некоторых все посередине, для некоторых еще что-то. И вот такого инструментария, он есть на самом деле в том же самом Гугле, в аналитике, но он достаточно ущербный, на мой личный взгляд. То есть, как правило, они настроены на то, что атрибуция практически везде и всегда будет по последнему заходу. Это неверно. То есть, ну, как это верно, может, для Гугля. Интересно, откуда последний раз человек пришел. Но как бы для истории вопроса это неверно так делать. То есть на это мы не можем ориентироваться. Дальше, собственно говоря, что мы еще хотим здесь? Мы хотим, чтобы наш инструмент был достаточно гибким, чтобы не было что-то прибито гвоздями, а сегодня мы сделали один, а что завтра быстренько посмотрели другой. Я, впрочем, про это уже говорил. И что самое важное, что мы хотим, это мы хотим, чтобы все наши инструменты между собой были интегрированы. То есть, если у нас есть какая-то аналитика, то мы ее данные можем использовать дальше. Кстати, и для генерации объявлений можем использовать, но более типично мы будем использовать их для управления. Еще лучше, если мы сможем, кроме своих данных, еще использовать тот же самый Гугль, тот же самый метрику. Метри, кстати, до последнего времени меня не очень радовало в плане того, как они, достоверность их данных. Но, в принципе, сейчас с этим можно жить с некоторыми ограничениями. Собственно, наше решение, то есть глобальное решение. Глобальное решение какое? Раз уж у нас прототипирование, раз уж у нас надо поддерживать быстрые изменения и так далее и тому подобное, мы сделаем общую конструкцию следующим образом. Разобьем все на очень маленькие кирпичики. Вот как это сделано в башне, например, как правильно выглядят утилиты командной строки. Она занимается одним каким-то делом. Кто-то разбивает по символу строки, кто-то еще что-то. Кто-то, окей, может быть, сортирует, это уже немножко посложнее, но в другой смысле все равно это некоторая такая атомарная штуковина. Смысл в том, что мы разобьем на такие кирпичики, что потом мы сможем гибко эти кирпичики между собой соединять и получать то, что нам нужно. А если мы соединили и нам не понравилось, то мы их немножко пересортировали. Опять же, добавление кирпичика будет здесь достаточно быстро происходить и изменение кирпичика. Вот вчера у нас был один кирпичик, допустим, который разбирал user-agent, который к нам пришел. А сегодня мы решили, о, а у нас теперь есть другая штуковина, мир-то не стоит на месте, у нас есть другая штуковина, которая занимается ровно этим сам и занимается этим лучше. Все, заменяем этот кирпичик, все хорошо. И вот у нас есть этот кирпичик и есть набор больших, более-менее больших скриптов, которые как раз-таки из этих кирпичиков собирают, скажем так, домик, что-то собирает и запускает. И вот эти вот запускалки, они, кстати, как правило, у нас вообще выглядят как просто такой башовый скрипт, но это может быть не только башовый, это может быть луашный скрипт, который, собственно, все это запускает. Кирпичиков нам надо достаточно много. У нас кирпичиков получилось. Каждый из скриптов, ну не знаю, штук 50, может быть больше, может быть там 70, что-то какие-то большие такие цифры, и каждый более-менее осмысленный. Причем как бы как-то дальше получается. Дальше одни из этих кирпичиков уже хорошо проработаны, там казалось бы, правда, хорошо. Например, те, которые разбирают user-agent и выбирают тебе там информацию об устройствах, информацию об оси, там еще что-то. А некоторые кирпичики, опять же, кирпичики связаны с геолокацией, скажем, да. В принципе, тема-то достаточно изучена, достаточно понятна. И много чего на эту тему было написано, но с другой стороны, здесь нам все равно пришлось немножечко так свое что-то пописать немножко. Дальше кирпичики, например, если уж мы говорим о том, что у нас контекстная реклама, то у нас есть ключевые слова, и вводят их совершенно не в той форме, в которой вводишь их в директе. И потом в какой-то момент надо мачить то, что ввел пользователь, и, собственно говоря, понять, а по какому же, собственно, слову, вот он пришел на самом деле. Здесь нам немножко помогает, кстати говоря, Тулзан и непокойный Всеголович, который называется мистем, прекрасная штука, просто она нормализует слова. Плюс ее в том, что она, кстати, нормализует слова, которые еще и не существуют, потому что существующие нормализуют. Но если она не существует, ничего страшного, но все равно нормализует, причем, кстати, вменяемый достаточно. Основно, я так понимаю, Тулза все-таки, наверное, была в какой-то момент на словаре «Залезняка». Но приятно, что не надо это делать самому. И вот таких Тулз уже достаточно малое количество, буквально 2-3, которые бы работали с русским языком. Действительно, может, он в мире не так сильно нужен, но здесь, казалось бы, можно было уже. Дальше, что нам надо будет еще делать, это считать некие фингерпринты. То бишь, мы будем некоторым образом метить своих пользователей айдишками, но с этими айдишками будет проблема. Они будут пропадать, затираться, меняться, кстати, каким-то образом. и, к сожалению, часто будет ситуация, ну не то чтобы часто, но в существенной доле случаев будет ситуация такая, что у нас разные айдишки, но это один и тот же человек, а еще бывает, что одна и та же айдишка, а разные люди. Почему-то. Может быть, на одном компьютере кто-то там живет, может быть, это ошибки где-то, ну ошибки все случаются. Ну и дальше, собственно, то, что еще здесь будет, это создание pivot table всякого различного вида для того, чтобы эти данные показывать уже, собственно, тому, кто может на это глазками посмотреть. Ну, здесь вот я немножко просто привел код. Для начала нам что нужно сделать? Нам надо поставить какой-нибудь свой маяк на сайт магазина. Это, кстати, очень здорово, если вам дадут это сделать, потому что могут и не дать. Могут вообще никаких данных не дать, например. Ну, некоторые дают. И, собственно, сверху тут строчка, которую мы пихаем. Ну, тут условный немножко язык, да, сверху это просто некий такой условный строчек. В принципе, на JavaScript, но вот то, что там с долларом, это просто я заменил результаты там предыдущих вычислений. Они нам здесь не интересны. Ну, то есть есть какой-то шаг конверсии, да, там есть какой-то домен, на котором мы, собственно, стоим. Ну, собственно, наш маяк. Вот. Ну, и, собственно, в JavaScript мы видим, что-то типа такого, а на сервере мы это ловим примерно вот так. И что? На лову. Да, да. Ну, что ж, спасибо, что NGX теперь поддерживает, собственно. Лу, это просто прекрасно. Вообще, сколько мы написали всяких велосипедов своих над тем, ну, это ладно. Ну, и, соответственно, задача этого маяка, она, ну, тупая абсолютно. Взяли, посмотрели, все, что нам дали, записали. Вот. И записали мы таким образом, не так много, кстати, информации. То есть, что мы записали? Мы записали IP-шник, мы записали нашу куку. Да, вот, собственно, здесь, может, самое ценное, то, что мы ставим человеку свою куку, генерируем, собственно, ради чего все это нужно. Вот. Генерируем свою куку, ставим ее и записываем. Вот. Что же дальше получается? Дальше у нас, да, дальше у нас имеется информация, которая у нас попадает в лог. Ну, что туда попадает? Ну, IP-шник попадает, user-edgen попадает. Ну, да, это, конечно, попадает. Что-то еще ведь туда попадает, а? Реферер, да, URL, все правильно. Вот. Отлично. Так. Ну, да, вот мы это все записали. Ну, здорово. Теперь, соответственно, дальше мы начинаем все это дело как-то процессить. Тут я сделал небольшое отступление, собственно говоря, в... Как у нас формат данных устроен? Элементарно. Строчка, разделенная табом. Все. Никто ничего лучше не придумал. Ну, окей, некоторые тарантул придумали, но тем не менее. Вот. На самом деле мы начали, еще когда мы делали DMP-шку, мы избрали такой формат. Ну, конечно, это такой формат первоначальный, но, как к нашему удивлению, его, в общем, хватило. Хорошим, конечно, тем, что его можно... Такую строчку можно запихнуть в любую баш-команду, собственно, процессить. Вообще, собственно, на нее очень просто смотреть глазками или с минимальным знанием баша. И очень удобно куда-нибудь еще запихнуть в какой-нибудь тузу, который может съесть CSV, там, CSV в данном случае. Вот. Вот такой у нас формат данных. Чем эта строчка хороша? То есть у нас все данные лежат... Значит, табличка — это просто файл, в котором валяются эти строчки. Чем это хранение хорошо? Безумной скоростью. Безумной. То есть как бы это никому никогда, наверное, не достичь того, что может достичь просто обычный архиватор, который, значит, быстренько разархивирует твои данные. То есть если... Теперь, значит, что получается? То есть у нас валяется файл, CSV по сути, то есть каждая строчка — это просто набор фиксированных полей, которые разделены там. Не суть. Тут можно не табом делить, а как-то похитрее сделать, чтобы по этому файлу быстрее бегать, но это нам пока было не нужно нигде. Обычно затыки не там. Вот. И этот файл запакован чем-нибудь хорошим. Ну, например, почему бы не зипом. Вот. Для зипа есть у нас хорошая штука, которая называется PIGS. Это Parallelog Zip, которая достаточно быстро умеет разархивировать зип. Вот. Еще покруче штуковина называется PL-Zip. На ней достигается скорость разархивации в секунду. Что-то там у меня на обычной достаточно машине полтора гигабайта данных в секунду. По-моему, это здорово. Вот. То есть проблем как бы с доступом здесь нету больших. Это действительно очень быстро получается. А дальше получается, что и кирпичикам с этими строчками работают очень просто. То есть у нас каждый кирпичик устроен так. Ему дается строка, дается несколько индексов полей, которым кирпичикам надо… который он использует как свои данные. Вот. Он берет часть этих данных, значит, эти поля, и делает из них какое-нибудь новое поле. По сути, то, что происходит там на этапе map, если угодно, в MapReduce. Вот. Потом берет следующий кирпичик, который пайпится сюда же. Он берет свои поля, возможно, только что созданные предыдущим и так далее. И таким образом вся наша база замечательным образом лежит, как набор зазипованных файлов. Причем, естественно, тут еще где-то у меня было написано, а вот оно здесь написано. Отлично. То есть чего здесь надо добиваться в нормальном боевом режиме, чтобы этот процесс был инкрементальный, что нам не надо было скакать каждый раз, когда нам пришли новые данные, сразу по всему, что было. А мы быстренько обрабатывали новые данные, складывали их. То есть у нас получается не zip-файл, а какая-то последовательность на самом деле zip-файлов. Потом они как-то по аналогии с logrotate-ом каким-то образом там может быть слипаются, обрабатываются там ночью, чтобы они более компактно лежали, чтобы был лучше доступ. Так или иначе, нам здесь надо готовиться к тому, что идея, что мы каждый раз все будем заново пересчитывать, это не будет работать. Потому что сейчас эти вещи, которые мы делаем, на самом деле достаточно тяжелые. Соответственно, мы берем наши логи, делаем из них замечательные наши строчки и дальше натравливаем на эти строчки то, что наши кирпичики. И теперь мы раскручиваем из IP мы получаем там город-страну, из user-agent мы получаем много всего чего хорошего, подготавливаем еще всякие вещи, типа там хост отдельник, там нормализуем, там может быть путь там еще отдельно. Как-то там, да, с рефером работаем, в том смысле, что в рефере часто будет зашита, например, для поисковой системы какая-нибудь информация. В очень хорошем случае это вообще будет ключевое слово. Вот, если это у вас не Google случайно, то у Яндекса, например, неплохой шанс подобрать ключевое слово. Вот, у Google его нет вообще. Но с Google можно похитрее действовать. Там можно смотреть, куда человек пришел и пытаться догадаться, почему он, собственно, пришел. То есть, понятно, что часть из того, что я сейчас говорю, это людям, которые работают, я не знаю, там, которых вот интеграция с магазином 100%, может, это им не нужно. То есть, они смогут это подцепить из других источников. Вот, но если, допустим, магазин вам не дает возможности пользоваться его аналитикой, например, там, и выцеплять все оттуда, то вы вынуждены как бы делать это сами. Но на самом деле это в любом случае лучше делать самому. Вот, и вообще самолет надо строить самому. Так, ну да, и, соответственно, что здесь получается? Если говорить об этих кирпичиках, то абсолютно большинство этих кирпичиков не на лоу, потому что это вещи специализированы, как я уже говорил. Айпишники там раздирают одни, юзер-эджент другие, там, кто-то, что-то у нас еще хорошего было. Вот, но это вещи как бы хорошо сделаны без нас. А вот есть некоторый набор задач, которые без нас никто не сделал почему-то. Ну, или сделали, но нам об этом не сказали, или сделали, но плохо. Вот. Значит, собственно, вещи, которые не делают без нас, это вообще говорит ядро все этого мероприятия. Нам, вот у нас есть набор событий. Это, по сути, клики на сайте. Просто клики, клики. Вот мы его разобрали, у нас получилось много полей. Что с ним предлагается дальше делать? Ну, в принципе, нечего особо. До тех пор, ну, как бы, как это дело анализировать? Вот кто-то где-то кликнул, а кто-то где-то что-то купил. Ну и что? Смысл в том, что нам надо связать факт покупки и факт клика. И понять на самом деле, сколько же раз человек кликнул. Был это один и тот же человек. Вообще разные ли люди это кликали? Чтобы потом кластеризировать этих людей и каким-то образом отрезать их еще раньше. То есть, ну и, собственно говоря, нам в конечном итоге надо сравнить две цифры. Покупка принесла нам сток, а клик до этой покупки там был вот сток. Вот поэтому у нас эффективность этого ключевого слова, скажем, она вот такая-то. То есть, нам надо взаимосвязь между событиями устроить. В идеальном мире это делается как? У тебя в каждом событии есть ID-пользователь и все замечательно, живешь, радуешься. Но это только в реальном мире не проходит. Потому что я уже говорил, что эти ID-шки, они теряются, сами по себе там затираются, меняются. Кроме этого, есть такой неприятный факт, что если у нас даже стоял маяк, то он, в принципе, какую-то часть событий, например, пропустит. Причем, не такая же большая часть событий. Вот у нас там на одном магазинчике стоит маяк, ну, 10% событий вот просто пропускает. На самом деле, это достаточно плохо. То есть, если человек ходил непрерывно, да, и вот там сделал эти самые 10 шагов, а если он покупал, то он, в принципе, достаточно много может походить по магазинам, прежде чем купить. И опа, в каком-то месте обрыв, потому что мы просто это не увидели события. Плюс, опять же, свои там спецэффекты получаются с тем, что если он в закладку, по-моему, на айфоне, что ли, или где-то такое получается, когда человек откладывает закладку на айфоне, потом когда-нибудь открывает, и там, по-моему, рефереж становится пустым, если я правильно помню. Вот. То есть, и все, тоже обрыв цепочки. Соответственно, что нам нужно делать? Нам нужно этих, эти записи каким-то образом обработать и связать их. Связываем мы следующим образом. Ну, во-первых, используем наш этот айдишник все-таки. Мы ему верим, но не до конца. То есть, иногда, если мы видим какую-то конкретную лажу, то мы как бы считаем, что все, здесь произошла ошибка, это на самом деле уже другой человек. То есть, мы связываем, во-первых, по айдишкам. Дальше, почему мы могли бы связывать? Потому что называется fingerprint. То есть, по штуковине, которую мы вычисляем на 100, на каких-то характеристик, которые мы считаем константными для пользователя, мы вычисляем нечто и говорим. А вот это вот уникальное теперь по каждому пользователю. Например, можно как сделать? Можно взять его IP. Мы понимаем, что IP это вещь такая условная, но тем не менее часто можно в локальном каком-то промежутке там нескольких минут, скажем, можно вполне же ориентироваться на то, что у него будет один и тот же IP. И вот мы считаем, что IP это константы и какие-то элементы user-agent, например, тоже константы. Мы берем все это дело, запихиваем в одну строчку. Вот это, кстати говоря, то, что мы делаем здесь на луо. То есть, вот везде, где нужна более-менее приличная логика, это как бы приятно и правильно, и уместно писать на луо. Опять же, здесь нам не нужно какое-то особое быстродействие, хотя оно, конечно, нам в принципе-то нужно, но мы можем, немножко готовя данные, как бы снять остроту конкретно здесь этого проблемы. Но мы можем еще перейти на лоджит, как бы стать камикадзе. То есть мы и так на нем пишем, понятно, мы можем начать использовать и фай, и все такое, но тут у нас будут свои проблемы. Соответственно, мы можем использовать фингерпринт. То есть мы берем IP-шник, берем какие-то части из user-regent, которые мы считаем точно константами. Берем от этого, например, какой-нибудь marmor-хэш, получаем, кстати говоря, число. И это число, коллизии, действительно, в этом marmor-е, они действительно достаточно редкая штука, ну, в каких-то разумных пределах, да. И мы этим можем пользоваться. Дальше мы можем смотреть, естественно, на связку, мы смотрим на реферер и на урн. Иногда какие-то странные вещи такие происходят, что у тебя вот как бы было событие с одним урлом, а потом в другом будет реферер, ну, вот почти такой же, как вот был там, но немножко другой. То есть, что-то от него откусится, например. Вот. В этом случае, как мы тоже можем анализировать, то есть, для того, чтобы по событию связать, мы используем айтишники, мы используем фингерпринты, мы используем связку урл-реферер, вот, ну, еще какие-то вещи там из здравого смысла можем использовать. А, ну, естественно, мы используем дельта по времени, да, то есть, если два события произошло, то есть, после, конечно, не значит благодаря, но очень часто все-таки значит, ну, как бы, по крайней мере, значит, что какая-то корреляция здесь есть. Поэтому, в принципе, если что-то очень близкое случилось, очень близко по времени, то для магазина, который не является Валберс или еще чем-то таким очень крупным, есть неплохой шанс, что это на самом деле один и тот же человек, несмотря на все остальное. Вот. А после того, как мы это сделали, собственно, все остальные способы связывания, скажем так, юзера, определения юзера, они выливаются в то, что у нас строится карта как бы пере, как же это назвать, переименование айдишников. То есть, мы как бы просто для себя в какой-то момент создаем карту, поддерживаем, какой айдишник на самом деле стал каким. И вот это вот все, собственно говоря, сделано на луо и вполне себе живет. Луо здесь в этом смысле удобно, потому что взял быстренько какой-нибудь новый алгоритм, дописал. То есть, удобнее, чем всякие баши, например, тем, что оно достаточно быстро, как сказать, достаточно быстро меняется. Плюс, опять же, если ты написал какие-то тесты, то тоже тебе это как немножко помогает. А тесты на баши я писал, но это не подарок. Вот. Это ключевое звено этого деления цепочек. С тех пор, как мы научились это делать качественно, мы, в общем, можно считать, что это большой прогресс. По сравнению со многим системами, кстати, с той же самой Google Analytics. Они тоже это делают местами лучше, чем мы, потому что у них немножко больше данных собирается. Местами как бы нет. А на самом деле надо, конечно, использовать и то, и другое. То есть, как бы их данные надо все подтягивать. Зачем от них отказываться? Вот. Так. Дальше, собственно. Если говорить дальше об аналитике, то тут что получается? Вот, собственно, весь анализ у нас закончился таким образом. Мы там построили цепочки, то есть он еще не закончился, он, можно сказать, весь подготовка к анализу закончилась. Мы построили некие цепочки, потом мы там построили еще какую-то статистику. Теперь, зная имя цепочки, мы можем построить статистику по пользователю, по продуктам, по страничкам. Мы много чего можем построить. в том числе эти цепочки получается мы строим еще отдельно для одной атрибутики одну цепочку, для другой атрибутики атрибуции другую цепочку. И дальше мы все это дело можем смотреть. Мы можем это загнать как бы в машину, это будет там дальше, а можем еще глазками на это посмотреть. И для того, чтобы смотреть глазками, вот, пожалуйста, неплохая вещь, всякие пивоты. Соответственно, здесь вот на самом деле хорошая штука, которая наша пивот-тейбл-джс называется, потом там в конце ссылка будет. Здесь очень много всяких различных представлений. Это, например, там HitMap, который раскрашивает в зависимости от, как сказать, от относительной величины, от абсолютной, от еще чего-то. То есть он там, допустим, сразу по колонке, скажем, показывает, что здесь выбивается. Очень полезно для глазок. Естественно, здесь же можно всякие срезы посмотреть. срезы понятно посмотреть. Можно визуализировать это как графики, можно визуализировать как гистага. Как хочешь, в общем, визуализируешь. Плюс это еще сам можешь дописать. Совершенно прекрасный инструмент. По мне, так удобнее, чем аналитика, например. Потому что в аналитике там тоже, конечно, ты можешь из кирпичиков собрать свое. Ну, мне лично здесь проще. Вот. Ну и, соответственно, здесь что получается? А, да, но прежде чем показывать это дело на пивоте, все-таки надо провести какой-то агрегат. Вот мы этап мэпа, так скажем, провели. Вот. Теперь нам нужен какой-то этап такого своеобразного редюса под разные цели. Потому что, конечно, если у нас даже имеем дело, допустим, с небольшим магазином, то все равно там будут события, там, не знаю, миллионы, их будет десяток, может, миллион. И все это дело запихивать в пивот, это, конечно, это, конечно, не очень правильно. Вот. Поэтому, соответственно, для пивот мы данные будем готовить, то есть мы будем агрегировать по каким-то ключевым вещам, а в пивот уже запихивать что-то, что-то, что пивот с удовольствием съест, и при этом, как бы, человеку останется достаточно много полей, значений для того, чтобы с этим поиграться. Этот пивот не из нашей естественной программы, это я просто, мне было лениво, ну, не то, что лениво, я что-то не нашел у нас быстренького, где, где на что-то можно посмотреть, там, и официальных данных не показывать. Короче, взял вот это просто с сайта автора. Так, дальше. Дальше на что получается? Ну, кроме того, что мы занимаемся аналитикой, мы еще занимаемся генерацией объявлений. Соответственно, здесь проблема в чем? У тебя 10 тысяч объявлений, тебе нужно 10 тысяч продуктов, тебе нужно объявлений в принципе гораздо больше, и в идеале ты будешь делать объявления по одному и тому же продукту, но для разных категорий пользователей немножко разные будут делать. Соответственно, этих объявлений будет не счетное количество, а уж ключевых слов, по которым придется работать, их будет еще больше. Соответственно, варианты, забивать ручками здесь его нет. Есть варианты, какие-то сторонние решения, там, допустим, K50 генератор, и K50 вообще предлагает способ формирования объявлений. Я на него смотрел, совершенно честно, в таких вещах для программиста смысла нет. То есть, в том случае, когда ты можешь, может быть, маркетолог, если его еще обучить, он этим может пользоваться, возможно, но программисту это не зачем, программисту нужен ноутпад в таких случаях. Это, кстати, большая проблема визуальных редакторов вообще, собственно, и наших тоже. Потому что, очень часто получается, что если ты делаешь визуальный редактор для людей, которые более-менее обучены, или, по крайней мере, по сладому же они похожи на программиста, они потом говорят, ну зачем это надо, дайте мне ноутпад, и все, интеллисенс к нему приделайте, и хорош. И, в принципе, если бы K50 генератор или что-то еще выглядело как раз как ноутпад с интеллисенсом, я бы, наверное, пользовался. В варианте, где я там двигаю какие-то кирпичики, да еще непонятные мне, да еще документацию надо в случае той же Еламы там вообще где-то видео смотреть. Ну, не, ребят, так не работает. Вот. Хорошо. Делаем сами. А что, собственно говоря, здесь делать? То что, мы не можем на шаблоны сгенерировать, на шаблоны сгенить объявление? Да можем, конечно. Так еще и лучше. И, соответственно, мы сразу получаем все преимущества. Мы получаем, что у нас есть огромные массовые операции, которые мы в один клик делаем. У нас есть абсолютная гибкость формата, потому что мы сами его, собственно, придумали, сами там одно так сделали, потом дописали, можем теперь по-другому генерить. Вот. Преимущество, опять же, то, что мы генерим сразу для нескольких систем. То есть мы берем и сразу объявление делаем и в Директ, и в Гугль, и, не знаю, и в Авито, и еще куда-нибудь. Все, сразу везде. Прекрасно. Нам небольшая проблема подключить новую систему. Вот. Достаточно легко поддерживать всякие изменения форматов и изменения самих объявлений. Например, у нас тут немножко кризис последние два года, так вот в него растут цены. И во всех объявлениях, если ты используешь цены, то, соответственно, ты должен их менять. Почему даже у Гугля нет инструмента, что ты тогда заплесил какой-нибудь темплейт, например, для цены, и чтобы она сама подставлялась из фида, я не знаю. Вот. Но этого нет. И получается, что каждый раз давай иди меняй все объявления. Ну, это небольшая проблема, если мы это умеем делать. Отлично. Я стараюсь. Так вот, собственно, что у нас здесь получается? Здесь, как бы не в пример, все проще аналитики. Да, у нас есть некий каталог продуктов, который называется фид или там Яндекс.Маркет, каталог или еще что-нибудь. Ну, короче, смысл в том, что у нас есть некая информация о продукте, как это в том смысле структурировано. Обычно это XML, кстати говоря. Вот. И дальше мы сами делаем какие-то конфиги, настройки. Сами делаем на лу, конечно. Вот. И дальше мы, собственно, пишем некоторый набор скриптов. Это скрипт для генерации объявлений на какой-нибудь рекламной сети. Ну, и, естественно, для изменения, для апгрейда форматов, для конвертации объявлений. Конвертация, это тоже интересная штука. То есть, когда ты уже частью уже сделал, да, прямо вот так. Ой-ё. Вот. Тогда быстро к поверхам. Ну, это, собственно, как выглядит шаблон, да? Все достаточно понятно. Вместо вот этих вот всех вещей, вот этих вот всех вещей подставляется, подставляется одно из нескольких значений. Да, это кутналу, представляешь? Какое совпадение. И конференция по ЛО. Ну, Соответственно, вот это у нас вариант ключевых слов, которые мы генерим. Вот то же самое, это для заголовка объявления. Заголовка объявления. Интересно то, что здесь используется некоторая такая, ну, каскадность, которая, кстати, почему-то не во всех системах генерации объявлений есть. То есть, смысл в том, что мы берем набор шаблонов, вот, если у нас название игры, вот здесь вот будет название, допустим, настольной игры, если оно влезло, вот как бы эти 33 символа, то и берется этот. Если не влезло, тогда сюда, 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 ну, и так до минимального фоллбека, про который мы точно знаем, что он влезет в объявление. То же самое абсолютно для текстов объявления. Ну, и тут пару слов просто буквально. Надо же был какой-нибудь код на луву сюда все-таки вставить, а ведь тут строк-то десятки тысяч, в принципе, если вот выбирать первые попавшиеся строки, то это как-то неинтересно. вот, например, штуковина, которая генерирует энки, кортежи. То есть, смысл в том, что надо собрать все возможные варианты объявлений со всеми возможными значениями, допустим, не знаю, там, call to action, скажем. А кроме call to action там еще какие-нибудь вещи есть. И вот мы генерим эти энки на луву достаточно быстренько, а потом, собственно, мы их используем. То есть, это такой вариант итерации просто по там вектору. Вот так. Ну и здесь вот как бы пара слов про то, что делать в случае обновления, да. Тут, ну да, как всегда получается, что если у вас обновляется что-то минорное, добавилось поле, еще что-то, тут вообще баша хватает. А если, к сожалению, формат меняется кардинально, что в принципе с Яндекс иногда случается. Ну тогда делаем простейший парсер на луву, собственно говоря, все просто. Вот. Так. Теперь последний, собственно говоря, пункт программы, хотя он самый главный. Ну мы умеем теперь все анализировать, мы умеем там инвентарь создавать, вот у нас уже с магазином все хорошо. Кроме того, что это все не приносит денег, мы все уже давным-давно летим в трубу, особенно учитывая, что мы нагенерили 10 тысяч объявлений или там сотни тысяч, они все теперь только убыток нам приносят. Собственно, теперь надо понять, как оптимизировать свою работу. Вот. А для этого, ну у нас не так много инструментов в случае там контекста Яндекса. Инструмент у нас по сути два. Мы можем управлять… Три, хорошо, четыре, ладно, неважно. Мы можем выключать эти объявления, мы можем управлять ставками на объявления, ну и мы можем менять собственно само объявление, проводить какое-то АБ-тестирование, там что-то такое. Вот. Можем еще какие-то эксперименты делать, там, например, сужать по геолокации, там, расширять, там, не знаю, на пол начать ставить, там, вот эти объявления мы будем мужчинам, показывать женщинам и так далее и тому подобное. Вот. Это все называется, ну, как бы не все, а, по крайней мере, часть из этих вещей называется бидингом, то есть как бы та система, которая управляет за тебя ставками на конкретно ключевое слово. То есть смысл такой, что мы за конкретно ключевое слово платим, там, не знаю, допустим, там, сегодня 10 рублей, чтобы попасть на первое место в спецразмещении Яндекса. Вот. А завтра мы, допустим, нам система говорит, что надо заплатить 15. И мы думаем, нам все-таки, вот мы хотим вот участвовать в этом аукционе или, может быть, нам пока это слово выключить, например, может быть, рынок перегрет. Вот. Соответственно, вот это все называется бидером. И опять же, проблема бидера заключается в том, что его надо каким-то образом интегрировать со всеми остальными своими решениями. Поэтому, если уж ты все остальное написал, почему бы не написать бидер? Особенно учитывая, что все-таки такая вещь чувствительная, потому что, ну, отдавать, если еще Яндексу или там Гуглю, скажем, еще можно свои данные отдавать, то отдавать свои данные как бы стороннему бидеру не уверен, что это хорошая мысль. Вот. Хотя, в принципе, ну, в часть случаев нормально работает. Вот. Ну, так или иначе, получается, что если мы пишем свой бидер, то, а причем алгоритм тех бидеров, которые есть, она достаточно простая. Соответственно, у нас нет никакой проблемы ее повторить и улучшить. А учитывая, что у нас уже накопилось много данных из аналитики, то мы, конечно, его улучшим и достаточно сильно. Вот. Соответственно, в бидере тут архитектурно все достаточно просто. То есть мы, у нас есть какой-то скрипт, нажал на кнопку обновить все ставки во всех компаниях. Вот. Есть скрипт, который нажал на кнопку и выключил те слова, которые нам не нужны, слова и, точнее, объявления. То есть у нас продукта сейчас нет, например, в продаже, но мы выключаем объявление по нему. Вот. Ну и плюс еще некие примочки, которые есть, неважно. Так. Ну а скрипты, скрипты, скажем так, кирпички, которые здесь используются, это надо закачать данные из магазина, фид, грубо говоря. Надо закачать данные с директа из остальных рекламных сетей. Надо закачать данные из различной аналитики, свои данные. Потом это все дело с мерзжить. Вот. И дальше, собственно говоря, покластеризовать ключевые слова и уже там обновлять ставки. Ну, все такое. Здесь как бы важно то, что на самом деле здесь очень большая проблема, то, что мы имеем дело с данными, которые с очень редкими событиями. И в этом смысле, вообще говоря, с точки зрения многих нельзя применять такую понятие, как вероятность. Если у тебя событие, как бы оно единичное, типа рождения собственного ребенка, например, то нельзя сказать, что вероятность родить ребенка была такая. Он либо родился, либо не родился. Здесь то же самое. Если тебе по редким ключевым словам очень редко кликают, то каждое из них, оно достаточно уникальное событие, группировать их между собой, это некоторая проблема. То есть здесь стат-анализ, он как бы дает неоднозначный результат. Конечно, грубо да, но надо смотреть не только на это. И здесь как бы выручает то, что даже если у нас по ключевым условам, скажем, покупок еще не было, мы можем посмотреть на какие-то другие его характеристики, которые из нашего машин-ленинга или там глазками, допустим, мы выяснили, что это… то есть мы его как-то прокластеризовали по тому, какова была глубина просмотра на сайте этого человека, по тому, какова была степень, ну как бы величина отказов по этому слову, то есть сколько людей, которые пришли, по нему сразу ушли. То есть здесь есть некоторая косвенная вещь, и эти взаимосвязи надо уже как раз-таки находить, и это опять же делается, допустим, в нашем случае это на лоу делается, то есть там как-то кластеризуется, потом эти кластеры меняются, потом мы смотрим, какой кластер как бы в итоге эффективен, Потом мы на какой-то контрольной выборке еще проверяем, что то, что мы насчитали, оно все правильно работает. В общем и целом я могу сказать, что бидер-то уж точно, наверное, лучше писать самому, потому что все, что я видел, там достаточно простые стратегии получаются. И эффект этих бидеров, на мой взгляд, он есть, конечно. Он по-хорошему сейчас, если говорить про сторонний бидер, он должен прилагаться к очень неплохому маркетологу, который сам глазками на это все дело смотрит и сам глазками решает. На самом деле выставляет, то есть алгоритмик он пишет сам, по сути-то. Так, ну да, да, да. Да, я понимаю. Да я, собственно говоря, все это дело уже сказал. Ну и, собственно, что я хотел сказать, что, я надеюсь, я тут немножко вкратце все это дело осветил. Где-то действительно набор интересных задач. Действительно, многие задачи здесь уместно решать на лоу. И получается, что вот те скрипты, где немножко надо подумать, вот их приятно и правильно писать на лоу. Какие-то простенькие вещи можно оставлять в башу. И, в принципе, у нас эта вся схема практически целиком работает. И если говорить про мои планы, наш планы, то в перспективе, наверное, мы попробуем из этого сделать какой-то, наверное, SaaS. Может быть, из каких-то элементов, которые… Опять же, чем хороши кирпичики, можно взять только часть из этих кирпичиков и все. Так. А, и вот, собственно говоря, всякие полезные ссылки. Но это если кто… Ну, надо скачивать доклад. Да, потому что, ну, как бы они полезные, интересные, много времени могут сэкономить. Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-что? Предыдущий слайд поставил. А, три вопроса. Дима, отвечай коротко, пожалуйста. Первый. Вы использовали свой шаблонизатор или какой-то стандартный для лоуа? И второй сразу вопрос. По машин лернингу вы что-то свое тоже писали или там что-то типа торча брали? Самолет строим сами, да. То есть на оба вы делали все сами? Да, да. Ну, собственно, шаблонизатор написать – это небольшая проблема. Эти шаблонизаторы за последние 20 лет нам писали, что было написано, наверное, не знаю, какие-то горы. Поэтому тут большой проблемы нет. А что касается машин лернинга, ну, да, нет, можно сторонние вещи использовать. Просто, ну, честно говоря, пока во что-то стороннее будешь вникать, если как бы там алгоритм понимаешь, это, в общем, достаточно просто и самому написать. Еще вопрос? Вот вы сказали, что сложные вещи делали на лоуа, а простые на баше. Это что, потому что на лоуа простые вещи делать сложно? Нет, потому что на баше – это вообще одна строчка. А на лоуа? На лоуа чуть больше, может быть, три. Лоуа не настолько компактен. Это его преимущество. Мне интересно, вот от блокера всякие влияют на вашу статистику? От блокера? Конечно, влияет. Конечно, влияет. Но дело в том, что в моем случае, это не моя проблема немножко, это проблема Яндекса. То есть, если мы говорим, или там Гугля, скажем, то есть, если мы говорим о контекстной рекламе, да, то, в принципе, конечно, то есть, это не то, на что я могу сам повлиять. Это могу принять как данность, да, кто-то не увидит, ну, что же теперь делать. Вот, ну, нет, конечно, выявление, кстати говоря, процента от блоков, а также другого варианта. Вот от блока-то еще ладно, а вот это вот, как он сейчас называется, Нурсом или как он, от Нурсом? Ну, вот эта штука, которая на все сразу кликает. Это гораздо хуже, чем от блока. То есть, от блока-то еще ладно, он заблокировал, но он не перешел ко мне. А вот он перешел, я как идиот, я его анализирую. Если это будет у всех стоять, это будет какой-то трэш. То есть, это ко мне будут сваливаться все-все-все-все-все-все, и давай, думай, что с ними делать. Хотя мне эта штука очень нравится, в принципе. Спасибо. Как пользователя. Спасибо.